Привет, мои биатлонные друзья! Настало время продолжить нашу рубрику «Биатлонизм». Если вы помните, в первом выпуске шел рассказ о путешествии в Контио-Лахте, то сейчас в продолжении финской темы мы расскажем о поездке в Лахте, где также есть лыжный биатлонный стадион, он находится прямо в центре города. И чтобы вам интереснее было досмотреть этот ролик до конца, скажу, что туда возвращается большой биатлон. По предварительным данным, в 2020 году там пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Лахте – это в переводе с финского озера. Город больше известен лахтинскими лыжными играми, где неоднократно проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта. Прекрасный стадион, расположенный в центре города, ведь далеко не везде есть, не все стадионы, лыжные, биатлонные располагаются в городах, а здесь все очень удобно в центре. Тем более Лахте – это такой классический финский городок с параллельными и перпендикулярными улицами. И одна из центральных улиц называется Александринкату, то есть она названа в честь императора Александра. По-моему, Александра Третьего, если я не ошибаюсь. И вот в таком месте проходил этап Кубка Мира в 2007 году, который стал примечателен по многим причинам. Ну, во-первых, надо сказать, что в Лахте находится замечательный лыжный музей, который в свободное время я посетил и услышал много рассказов, в том числе главным образом о спортсмене, который совсем недавно ушел из жизни. Это легендарный прыгун, четырехкратный олимпийский чемпион Матти Нюкенен. И экскурсоводы рассказывали не только о его блистательных выступлениях, но и о его серьезной проблеме. Это злоупотребление алкоголем, которое мешало ему выступать. Ну, как в шутку говорили финны, что, наверное, в спортивной карьере это даже помогало, потому что Матти был уникальным человеком, как они рассказывали, его в 12 ночи приносили домой в совершенно невменяемом состоянии, с утра отливали водой, надевали кое-как на него ботинки, лыжи, ставили на трамплин, и он летел на 5 метров дальше всех. Вот такой был уникальный спортсмен, то есть действительно легенды ходили о его пристрастии к алкоголю, и с окончанием карьеры, к сожалению, это приняло все гораздо более серьезный оборот. Матти избивал свою жену, за что отправлялся в тюрьму даже. Поначалу он на волне популярности записал даже музыкальный альбом, он увлекался музыкой, и он стал очень популярным в Финляндии, эта пластинка, но затем жизнь его покатилась под гору и ушел из жизни, в общем-то, Матти Нюкенен в достаточно молодом возрасте, еще не дожив до 60 лет, и, к сожалению, так и не смог побороть вот это свое серьезное пристрастие, поэтому надо понимать, что наша рубрика «Штрафные 150» ни в коем случае не пропагандирует алкоголь, речь идет о, скажем так, умеренном употреблении или употреблении вообще безалкогольных напитков. Что касается, собственно, Лахти, то вот помимо знакомства, скажем так, с биографией Нюкенена, там же я познакомился с Анатолием Николаевичем Хованцевым, своим земляком, который родом также из Воронежа, брал у него тогда первое большое интервью для Воронежской газеты «Игрок», в общем-то это, как бы сказать, ну еще на заре своей журналистской карьеры я это делал, а Анатолий Николаевич тогда трудился в финском клубе «Контио Лахти», куда он вернулся по окончании работы со сборной Украины, ну и рассказывал, что, в общем-то, во всех командах, где бы он ни работал, у него были положительные результаты. Также этап был, конечно, примечателен внезапным и приятным для всех болельщиков восхождением Екатерины Юрьевой, это ее первый подиум в карьере в спринте, где она разбавила большую солидную немецкую кампанию на пьедестале, если раньше Катя стреляла всегда хорошо, но ей не хватало скорости, то в этот день она сумела удержать третью позицию на последнем круге, потом много общалась с российскими болельщиками, показала себя очень такой позитивной, яркой девушкой, и, конечно же, многие россияне полюбили ее искренне и долгое время поддерживали. Многие поддерживают и сейчас, несмотря на все то, что с ней произошло. Я не буду лишний раз рассказывать эту историю, все ее прекрасно знают, но в тот момент, подчеркну, в тот момент все восхищались Катей и верили, что вот в российской команде появилась такая новая звездочка. В общем-то, помимо этого, было интересно также смотреть и за блестящими выступлениями великого спортсмена Рафаэля Пуаре, который выиграл тогда все три гонки и тоже с большим удовольствием он фотографировался с российскими болельщиками, улыбался русским девушкам, был в отличном настроении, но надо понимать, что в тот момент Пуаре, в общем-то, выступал без своего главного соперника. Этот лахтинский этап пропускал Лулеайнер Бьерн Даллен, и в дальнейшем Бьерн Даллен преподнес Пуаре неприятный сюрприз. На следующем этапе Кубка мира в Холмин-Колине он выиграл вот эту знаменитую гонку с общего старта, которая стала последней для Пуаре, одной из последних для Свена Фишера. А Бьерн Даллен, кто бы мог подумать, что Бьерн Даллен прошло уже 10 лет и будет еще 10 лет выступать после ухода своих главных соперников. Тогда Бьерн Даллен вырезал финиш у француза и немца, огорчил Рафаэля Пуаре, за что его многие осуждали, но, тем не менее, вот все произошло так, и вот эти лахтинские успехи, они, получается, стали последними в карьере Пуаре, и Свен Фишер тоже много общался с российскими болельщиками, тоже он прощался тогда с большим биатлоном и продемонстрировал свои достаточно неплохие знания русского языка. Все-таки в ГДРовской школе он его немножко учил и не успел забыть. Естественно, было такое общение приятно и с самим носителем языка, и с Вену Фишеру. Жили мы немножко за городом, в отеле Талука, и, насколько я помню, многие болельщики были там недовольны сыростью, какими-то еще бытовыми проблемами, потом переехали ближе к центру, а у нас, в принципе, все устраивало, и там даже такой был нюанс интересный, вот в номере, где я жил, окно открывалось на улицу, и там такая крыша была. И поскольку на улице было достаточно прохладно, то в отсутствии холодильника в номере туда можно было ставить пиво. И вот утром такую упаковку лапинкульты поставил туда, закрыл, потом съездил на гонки, вечером вернулся, а холодненькое уже ждет, достаешь в номере, это внутри тепло, и вот можно было пропустить одну-другую бутылочку, расслабиться. Также там мы раскушали интересный финский напиток Минту, это такой мятный ликер, который в аутентичном, в настоящем виде бывает 50 градусов, есть 35-градусная версия, как мы шутим, это для детей и для подростков, но, конечно, на самом деле не надо детям давать алкоголь, но такая облегченная, облегченная версия, но настоящая Минту все-таки 50-градусная. И сейчас, например, Минту можно купить в магазинах и Москвы, и Санкт-Петербурга, а тогда это была диковинка, и привезти ее можно было только из Финляндии, поэтому, раскушав вот этот дивный напиток, мы потом хорошо затарились в дьюти-фри и привезли в Россию, в общем-то, в максимальном объеме. Вот, еще надо понимать, что выступление сборной России, оно проходило на фоне известного скандала с баннерами, наши спортсмены выступали с наклейками, заклеивающими логотип спонсора федерации, потому что тогда не могли они никак договориться об условиях размещения рекламы, о контрактах с тогдашним руководством СБР и президентом Александром Кихоновым, и была такая вот негласная война, поэтому спортсмены все бегали заклеенными, эту акцию поддерживал бывший спонсор компании Мечел и всяческим образом стимулировал спортсменов вести вот эту войну с руководством, поэтому вот еще такой нюанс. Еще интересным было противостояние на трибунах российских и финских болельщиков, несмотря на то, что соревнования проходили в Финляндии, россияне чувствовали себя там как дома, находясь в большинстве, потому что биатлон популярнее в России, чем в Финляндии, однако вот группа болельщиц Кайса Маккерайнин, которые там уже многие тетеньки такие в возрасте, они настолько слаженно и стройно кричали «Кайса, Кайса», что перекрикивали весь разношерстный русский хор, и потом наши болельщики вечерами вынуждены были репетировать кричалки, как-то отрабатывать слаженность, и чтобы взять на следующий день реванш, но, к слову, это удалось, неумением, так число. И также любопытно было посмотреть, как финны отдыхают, расслабляются. Внизу отеля был клуб, там, где танцпол с каравоки находились, финны пели песни. Большинство из них были, естественно, не то, что большинство, все песни были на финском языке, но многие мелодии были легко узнаваемы, потому что у финнов, у них так принято, есть своя версия финноязычная, всех мировых хитов, и многих, кстати, русских песен. И можно было даже просто по плейлисту посмотреть слова, кто композитор, и понять, какая песня является русской, и даже, может быть, догадаться, что это за песня на самом деле, хотя несколько раз и не угадывали. Но, тем не менее, было любопытно, когда финны пели на финском, мы пели на русском, одну и ту же песню, вот, и так получилось достаточно весело провести время. Также Ларти запомнилось тем, что гонки проходили поздно вечером, тогда это тоже было в диковинку, биатлон при свете огней, но стадион с хорошим освещением, еще раз повторю, он и биатлонный, и лыжный, и, в общем-то, тогда это смотрелось очень необычно. Это сейчас мы уже привыкли там, что за сезон 2-3 этапа проходят при искусственном освещении, вот, а в Финляндии это было, ну, так, весьма интересно. Ну, и еще из воспоминаний можно вспомнить, что Кайса Мякерайнин, тогда еще только восходящая звезда сборной Финляндии, все равно, еще не будучи великой, провалила домашний этап. Выступила очень неудачно она, и, в общем-то, за всю свою долгую карьеру последующую у Кайсы вот была такая беда, что и на главных стартах она не могла собраться, и у себя дома выступала, как правило, нездорово. В общем-то, такие вот, таким был этап в лахте в 2007 году, а вы подписывайтесь на наш канал, наша рубрика биатлонизм будет продолжаться, и тогда ваш стакан будет всегда полом.